Восемнадцать лет было четыре месяца, как пошел на войну с первого дня. Первый день, когда прозвучал второй выстрел, ему позвонил телефон, он пять минут оделся и вышел. А погиб, вот еще не дожил до 20-летия. Он хотел продолжать себя в спорте, видел себя только в спорте. В регби у него могло бы все получиться, но перспективы были. Ну, он был всегда и везде. И всегда был, можно сказать, первым и, как вам сказать, если ставили кого-то в пример, то только Ярослава. Даже сейчас мы все говорим, надо быть таким, как Ярит. Он предупреждал меня заранее. Ну, они там спортсмены, мы создали свой, как это называется, бригаду, авангард. И они уже занимались военной подготовкой до войны. Он предупреждал, я, конечно, в это все не верила. И когда он выходил, опросил, сынок, тебе только 18 лет, куда ты будешь в Тенску? Мы должны, это мой дух. Ярослав всегда занимался военно-тактической подготовкой. Он вот, когда не присутствовал у нас на тренировках, это вот могли быть только военная подготовка, и все, по другим причинам он всегда был. У нас как раз тогда мы выбрались на поле побегать. Это была наша первая тренировка на поле. И вот как раз совпало так, что и Ярослав на нее попал. Мы тогда, я помню, побегали на поле, там, в ромашках. Есть еще фотографии у нас с того дня. Ну, и он сказал, что сейчас, в следующий раз я приеду в отпуск. Ну, не скоро. Очень спокойный. Спокойный вообще ребенок. Спокойный, добрый. Животных очень любил. Даже с войны всегда видео присылал с животными, с мышками, кошечками, собачками. У него тоже есть собака. Осталась маме по наследству. Двадцать шестого июля. Двадцать третего года. Тоже полгода как нет. Прилетела мина в окоп. И они погибли моментально. Вон еще один мальчик с очагом, Андрюша Люц. Это он получил за защиту Николая. За оборону Николаева. Были на обороне Николаева, потом были под Херсоном. Он же все время рвался куда-то. Это ему не нравилось быть здесь. Мы столько умеем, мы столько знаем. Мы готовились. Я должен ехать туда, приносить пользу. Он только в мае месяце с учения поехал на Запорожье. В конце мая. В июле уже поехал. Нет, это он уже на службе. Это он уже в Запорожье был. Вот это он только пошел. Когда началась война. Он такой скрытный, он никогда ничего не расскажет. Плохого он ничего никогда не скажет. Он все так обставлял. Он вообще на курорте. Ничего не летает. Ничего не летает. Ничего не летает. Все четко, мама всегда говорила. Мама, все четко. Он сильно любил шаурму. Это его любимая еда. Он в отпуск или на выходной, если приезжал, то на готовлю полный холодильник. Мама, привези мне шаурму. Я говорю, там же все есть. И отбивные, и котлеты, и холодцы. Нет, шаурму привези. И там они, когда второе еще были, я им постоянно отправляла шаурму. Луни, я не могу допускать все остальные квартиры. И там они какие-то оконные. Они достаточно делят. Домоном hunting. Маменс, маэндом YorkStuy. Нат sectorи. Об чurning этим стали различmidt.